кто вернулся кто нет все на связи замечательно нет я пью не кофе 10 вечера чай либо вино кто был у нас на прошлом занятии на прошлом у меня время такое же как и в москве сейчас 2050 кто был на прошлом занятия скажем почти полгода назад я жаловаться что чай и так далее нашел и чай на кипре москва лесу замечательно хороший чайный магазин отлично закупаю потому смотрел что закупка его там в россии примерно столько же стоит что в китае там купить столько дешевле переслать стоит торнкой выходит очень дешевле он больше кемора и зашел магазин выбрал нужные сорта в группа мелочи заварил чая себе и все и плюс конечно местное вино это тема окей поехали дальше вертикали 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 давайте обсудим что это как это с чем это едят и как это кушать так часы грана запись идет основные вертикали что у нас есть ну самое основное любимое сейчас то что приносит большое количество денег и растет это установка обменных приложений это одна большая вертикаль она даже практически не привязана гео она больше всего привязана к источникам трафика и к под вертикали какие у нее есть под вертикали это в первую очередь игры это одна большая под вертикали потому что зацепить игромана достаточно сложно вы должны понимать на кого вы таргетируетесь на мальчика на девочку какие вы используете креативы какие используйте словам сравнение с какими играми вы юзайте возможно какие-то группы интересов то есть вот это нужно понимать знать как минимум либо быть игроманом текущим либо бывшим либо иметь рядом игроманов то есть я допустим из преимуществом не заводите у наших своих показы где тебе на это куба нет учу по понятно убираем и все это вот одна категория то есть умею работать опять же под категорию тут игром наделится на свои под вертикали как кто-то имеет работать хорошо со статистиками кто-то кричит дайте мне три в ряд я их конвертируем сколько угодно с отличным качеством я знаю ключик женщинам опять же нужно понимать мальчики девочки все равно в общем целевая аудитория игр она своеобразная подход там своеобразным там именно нужно 5 тех кто играет то есть дальше 2 от вертикаль это приложение для смартфонов но практически все их так или иначе и за эти знаете это приложение которые нужны не для человека а нужны для функционирования девайса это различные браузеры лаунчеры а холла лаунчер многие же знают практически все это вы здесь своя очень удобно там система переключалки да это клавиатурные темы были антивирусы вот лево превоси гвард антивирус там а вы 36 а сейчас называется mobile security снова его запустили там до батареи до бустер то есть эти вещи которые принесли огромное количество денег арбитражника переносят дальше то есть каждый запуск такого оффер нестя на ретейшн и рейты на прочие вещи из китайцы придумали все равно несут 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 деньги и немерено почему эти офферы всегда живые потому что постоянно подключается огромное количество пользователей новых то есть ну допустим там россии постоянно приходят новые пользователи регионы люди покупают девайса трубки но это еще не самое такое сильное когда подключается на пользователя иногда бывает что в интернет приходит целиком целые регионы как допустим когда была ситуация когда индия пришла в интернет мобильный она пришла в интернет сразу мобайл люди получили дешевые телефоны доступом в интернет и они не образованы неграмотные не они видели интернета компьютеров ничего не получили телефон с выходом в интернет и началось представляете на тысячи были цветочки а когда в интернет пришла гана и кения и не община с высокорастущих вот там началась такая же то есть да вот на такие вот страны которые входят на рынке около простые телефоны им как раз таки и ставится на телефон и предлагается различные приложения системные приложения называются положение для смартфонов по-разному то есть это приложение она никакой пользы для конкретного человека не несет она облегчает именно пользование своим девайсом все то есть понятна логика поэтому мы нам все равно кто там ставит мальчик девочка практически мы здесь не заинтересована нужна конкретная ось там android и оспада его тоже были такие системные приложения сейчас при диске прилетает нам возможно нужна версия оси нам нужен язык для того чтобы мы узнали там на ком языке написать креатив то есть и погнали конечно цена трафика чем дешевле тем тем лучше и тем больше людей пользуются этим гео тем лучше зачастую такие приложения очень выгодно крутить на трафике на центром либо и трафик который дешевле цента то есть такой трафик есть дешевле цента без проблем вы со временем они доберетесь найдете все конечно да сразу говорю фишку чем дешевле трафик тем сложнее конвертить так наверное даже сам одесса что кило приложения смартфонов они неплохо заводится с мой таргета там единственное есть порог цены ниже который не заводится сейчас связи с новыми форматами рекламы вполне можно завести и 3 вертикаль крупная которые выделяют это приложение сервисы то есть приложение которым пользуются люди в своей повседневной жизни но допустим элементарно там это такси приложение которое давно несет деньги будет нести сейчас тем более так и такси вы переименовали в гет просто как с двумя т и они сказали что будет не только такси но там будет в том числе доставка что-то еще там будет несколько видов приложений то сильно хотят доставку еды для верит вас делать так далее то есть делать и вещи банковские приложения различные за счет далеко ходить и даже тот же самый skype рекламировался то есть skype крутили само приложение то есть facebook messenger был и что там для москвичей это различные там квартпаты банки москвы которые существуют с кинцами фишками или лук которые под бортом мастера какого-то по прическам и так далее то есть все это есть программы с картами программа заказа авиабилетов приложение имеется ввиду это все краски приложения сервиса особенность работы с данной под вертикалью вы должны уметь правильно таргетировать целевую аудиторию знать где найти знать ее интересы то есть она в чем-то схожи с играми единственно что играет человек потребляет чаще эти приложения потреблять реже это на тут и выпадов чисто даже выше чем в играх но обычно меньше лимиты с ними ты могут это маленький там 50 100 в день то и 25 но вы потом может быть выше и если вы умеете это приложение конвертировать можете сесть и с ним работать постоянно долго в разных партнерках допустим у нас паблишеров девочка очень хорошо конвертировала приложение такой тоже для людей причем при каждом запуске мы сразу есть учили горе вот есть и приложение она ожило либо есть аналогично сразу брала и запускала то есть на готовых своих аудиториях видимо на готовых промо на готовых креатив она запускала и давала хорошие качества то есть рекомендатель говорю что качество прям так выше среднего ну не сама топовая лучше среднего и давал постоянно объем то есть тем самым она постоянно себе гарантированно зарабатывала денежку то есть она знала как работать с таким видом приложения почему даже немножко разные были но вот под вертикаль была она знала целью аудиторию она знал как не подойти что с ними делать то есть вот если вы выберете для себя либо выбрали нишу работа сипе им вы должны какую-то вот вертикали под вертикаль хорошо изучить причем даже сказать какая лучше пойдет какая больше принесет денег там игры либо системные приложения очень сложно сказать системы приложения да они конечно хорошо много дают ну игры зачастую там лучше стреляют помню там отсталкивался не что кейс был что за 20 часов 2000 что ли в чистым было поднята как раз таки там на играх на гэмблинге и больше были цифры ну все можно показывать хотя на тех самых на системных приложениях в конце 13 года куча арбитражников себе сделали первый стартовый капитал с которыми там работают до сих пор вспоминайте времена готового полутия классно было такое бывает хотя тем не менее эти приложения до сих пор работают у нас есть паблишеры которые постоянно льют там браузер которые ведут лево при вас и постоянно льют обновляют креативы находят целевую аудиторию то есть либо на дома том же постоянно работают 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 в плюс пусть небольшой на ком-то объеме но они зарабатывают то есть это все приносит деньги будет приносить еще долго даже бесконечно долго дальше какие еще виды вертикали есть крупных именно ну самое конечно ожидаемо это все он знаком различный десктоп офферы это их мобильные варианты понятно это кредит и микрофинансы разные депозиты в россии все меньше и меньше на западе их полным полно так называемый payday loans микрокредита там развиты очень хорошо страховки иншурансы очень большой рынок огромный то есть есть как этот стопа так и для мобайла товарные офферы прям отличная категория мобильный трафик туда заходит хорошо единственное что допустим россии мобильный трафик на товарку зачастую партнерки уже все меньше меньше принимать либо меньше платят потому что платежеспособность населения того кто делает импульсную покупку с мобильника импульсный заказ она ниже чем тот то дело за стопа за стопа за таки сам принцип заказа товара он более осознанный мобильника более такой импульсивный чек ну а хочу заказать когда ему звонит колл-центр вы знаете вы заказали такую-то штучку столько денег стоит ой блин я уже передумал не хочу сегодня плюс прошел все это такой общий статистический показатель диеты похудения увеличение чего-либо уменьшение чего-либо то есть все мобильные ленды есть отлично заходит на мобильном трафике то есть кто там в топе сейчас ксб-55 да по моему в россии кто-то льет сознаваться не надо но мы все равно здесь идет ребята подозревая знакомство датинг вот мобил здесь прям аж в легкую идет ксб кбс на датинг идет хорошо именно слив на различные системы то есть тут работает обучение что веду под обучением обучение это ну в основном языковые киты курсы учение все меньше и меньше какие-то особенности работы с этими вещами но даже ничего не скажу потому что те кто работает умеет работать за стопом они умеют работать и с конкретным мобильным вариантом этого оффера видишь рассказал что чек делать импульсную покупку данном случае тебе нужно трафик это подготовить и более точно естественного тебя должна быть ты должен увеличить качество своего трафика в данном случае если цена это ты можешь сделать только креативами либо баннером либо фрилендом на которую ты можешь более точно чеку рассказать что он получает чтобы он не отказывался и все как доберемся до трубы продаж ты должен познать повторных жить до трубы продаж то есть ты можешь посмотреть что мы должны данном случае не только получить большое количество конверсий но и получить на выходе довольные конверсии зацена мы должны и каким-то образом заинтересовать на при ленте цена при лент в данном случае для мобильной товарки он должен отличаться от десктопной все это мы можем купить меньше трафика но более лучше вас конвертить окей погнали дальше 3 вертикаль богим она интересно как там это подписки кто-то называет дело в обкликом и так далее будет подробно рассказано киеве для подписок как что работают как лучше конвертить но в двух словах что такое вообще подписки это доступ к мультимедийному контенту путем списывания денег с мобильного счета телефона и поскольку списываются деньги с мобильного счета телефона оператором то соответственно на 90 процентов раньше был на 100 процентов что пользователь должен находиться не вай фай сети а именно в 3g 4g 2g то есть должен быть в операционном трафике находиться мы должны понять какого катором принадлежит если это операторов у нас позволяет списывать чека деньги с его мобильного счета то этот человек может получить у нас смс подписочку как это происходит технически что получает человек очень часто вопрос он сильно получает доступ к какому-то контенту либо у самого провайдера на примере мтс а там есть там разные мтс фишки там гороскопы прогнозы погоды доступ ким-то заво играм которые идут на всех телефонов на старых на новых доступ каким-то там чатом знакомств доску комната может быть мелодии mp3 мелодии могут быть то есть раньше было рингтон и какие-то возможно обои обои под конкретное приложение могут быть рассчитаны либо обои под телефон просто картинка то есть контент контент и все то есть какая-то утилитка может быть то есть программка опять же на джаве но возможно и а пока что под конкретный девайс нам чаще всего то джава идет то есть это что получает человек с этой подпиской подписка обычно что значит то есть человека списывается с определенной регулярностью деньги со счетом мобильного телефона почему они списываются потому что он получает доступ к ресурсу в интернете где эти вот те вещи и лежат это на когда человеку рекламируется там допустим посмотри эротическую картинку кликни мышкой видишь девочек видео девочек а так и будет там будет видео девочек какое-то то есть доступ какой-то эротический будет может видео посмотреть папа это дело все не факт что будет именно то что он хотел то что ему рекламировалась но там вот эти вещи и пока с него списываются деньги допустим раз неделю он там на неделю получает доступ писались деньги еще получил доступ для того чтобы человек отписался он идет к оператору виртуальными цвет ведет и читает правила о подписке отписывается данная процедура она не является где-то обманом не обманом то есть сама по себе технологии 7 из подписок то есть она нормально это альтернатива платежам наличным деньгам электронным деньгам это оплата со счетом мобильного телефона получается вопрос том как это дело все подается за счет того что сам принцип списывания денег очень легок зачастую это может сделать один клик нажав просто кнопку окей и человек потеряет свои деньги точнее был получит подписку то вот мастера делают конечно креативы очень очень интересные очень интересные подходы кавычек интересны что человек даже не понимая что он получит подписывается даже не за это чтобы списываться деньги соответственно люди начинают жаловаться так и так нас обманули чем больше этих жалоб тем сильнее регуляторы надавливают на оператор к так и так товарищ что вы делаете в обману телеке опять начинают пинать ногами тех рекламодателей которые крут у них такую эти воферы и начинает бороться с партнерками партнерки бороться с мастерами и так и так нельзя использовать такие жесткий креатив нельзя обманывать людей делаем все по-честному мы сейчас здесь сверху и снизу напишем стоимость и так далее хотя что самое интересное страничка где происходит подписка окончательная она каждая такая страница согласовываться с оператором но в 90 процентах случаев зачастую согласование занимает много времени согласовываться 5 окей здесь пишем текст сверху снизу что о стоимости условия подписки слове отписки стю расписан шипчиком сто раз понял что с ним происходит только это происходит люди начинают меньше подписываться опять начинать меньше получать денег и через какое-то время он говорит так окей я знаю что вы нормальные чуваки давайте сделаем послабление разрешу вам более такие использовать посадочные страницы ленды где меньше этих предупреждений и человек так просто нажимать такие внизу мелки мелким текстом написано условия либо как это было у нас в гане и в кении южной африке было вообще не было никаких условий ленд оператора был такой знаете треугольник не радиационной опасности черно-желтый цвет все было и все то есть и кнопка и кей специально не нужно было ни при лендов ничего просто чеку подал то то написано опасно жми ok и защитись от вируса это был операторский вы он прочитал конечно долго там раме стри что потом послежала все убрали потом вообще все гайки закрутили такое работало и вот этот волна что оператор щала ужесточает потом разрешает она происходит регулярно кто живет в россии за делом сталкиваться регулярно слышать историю про мтс про мегафон подписки пробила им штамм чуть ли не на кнопке стоимость билайн писал потом убирал это волна регулярно оператор щала закручивает гайки когда денег становится мало и происходит какой-то отчетный период доходы снижаются они начинают все гораздо упрощать смотреть сквозь пальцы потом начать снова много жалоб начали к закручу это происходит во всех странах и так далее допустим в германии подписки там людей по тиске не обмануть потому что они через это прошли там даже есть в школах и на немецких про хочет ли не на уроках вот этот sms безопасно бина безопасность где рассказывается сложности какие возникают или 10 подписываются и там допустим крутить эти подписки нужно именно как платный доступ к определенному контенту сразу рассказать что вы получите эту игру всего за такую-то денежку в отличие там от того же сторог гула play apple store то есть там нужно максимально белый максимально четко рассказывать чеку что это будет платно вы заплатите с мобильного счета телефона столько-то вам то будет выгодно вот тогда это работает то есть а взять ту же самым бангландыш примеру и покатим какой-то отдалд оффер и не отдалд и балгандыша индонезия мусульманская страна где запрещен показать им просто какую-то женщину к это фитнес-офер то есть смс подпиской там конверт будет просто шикарный такой пример то есть на грани проходить то есть не обманывая сильно людей вопросах отправляя на текущий смс подписку они будут пытаться получить доступ к этим картинкам потому что страница запрещено а тут хоть на телефоне посмотреть будет постараться идти кликать текст читать не будет тем более текстом это мелкий в стороне но я подозреваю что через полгода текст будет крупный сверху или на кнопки вообще или будет там в два нажатия какие конкретные виды подписок есть как они срабатывают на одном из янтеки я сказал уже расскажу более подробно слушать у вас так мало вопросов всего до партнерки с подписками есть я сегодня красном рассылочку сделают а будут партнерки которые рекомендованы что партнерах там новых несколько собственности не тысяч вот на материале несколько сотен да есть подписки причем эти подписки они в большинстве своем платятся разово то есть чек подписался вам за факт подписки заплатили денежку то есть без всяких ребилов и так далее так по вертикально понятно почему здесь разбиты накидуют под вертикали потому что вот допустим утилиты утилитах обычно секрет антивирусы либо в утилитах крутят обои для ватсапа как ватсап хотя их может быть или ты в обои разнести мелодии очень часто крутит как там какая-то топовая мелодия лучшая мелодия на какие-то страны игры меньше от видео видео много видео и картинки отдал особенно много то есть отдал трафик туда заряжается очень часто редиректный когда человек лазит по порно сайтам попадает на случайно на ваш и директ перелетает на страничку рекла не видит дальше картинку видео а внизу мелко написано стоимость доступа или наверху крупно он нажимает ok получает подписку вы получаете денежку сейчас я чек получает свой контент так по вертикалям у нас вроде бы все ну и почему а им ваш лучший друг аж аж кто такой а им это аккаунт менеджер либо филит менеджер это менеджер в партнерской программе либо в источнике трафика который работает с вами который помогает вам или тратить или зарабатывать в первую очередь зарабатывать почему вы должны общаться с аккаунт менеджер потому что просто ну хотя я просто что мы все люди существа сами по себе социальные и общаясь друг с другом и обидеть будет информация киминта знаниями и эмоциями обменивать хорошими эмоциями настроения мы получаем какие-то плюшки если вы дружите с вашим аккаунт менеджером с которым с хорошие отношения нормальные он видит что его адекватные что вы не парить ему голову он согласен с вами делиться информацией согласен вам подсказывать если он видит что от тех советов которые вам дает у него увеличивается доход зарплата он с удовольствием будет подсказывать еще еще будет делиться она даже инсайтами то есть и так далее то есть сколько раз такое было что даже там приходя в какую-то партнерку так и так ребят что как они такие сейчас мы тебе расскажем смотри вот сейчас идет оффер хорошо на такой-то стране источники трафика обычно используют такие 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 и как смотри вот такие варианты перлендов ну те которые мы там сами протестировали вот такие варианты перлендов даже если хочешь архив ссылочки держит все такое есть причем заметьте это новая партнерка а приходишь как новый человек и просто именно вообще не рассказываю как что такие моменты возникают такие бывали не раз то есть прям год дают уже готовую схема не год только начиная работать пробуй дальше возникает такую же техническая вещь то есть если вы не умеете сейчас аккаунт менеджер то такую информацию вообще не получит а поса зарегались сказали я я буду лить чё буду лить как буду лить непонятно самый глупый вопрос аккаунт менеджеру которую можете задать что у вас лучше идет и как это идет то есть все таки должны рассказать с темы работать и такой вертикалью таким источником трафика чтоб чик понимал что под вас подобрать потому что в партнерке может быть сотни офферов 1000 офферов разных направлений десктоп мобайл мобайл подписки пины теперь товарка то есть человек должен понять с чем вы умеете работать что у вас есть насколько вы адекватный не найдете ли вы какого-то мусора попытайтесь вы их обмануть и цена вы общаясь аккаунт менеджер тоже должны понимать насколько он адекватный насколько он нормальную информацию дает насколько он согласен сами делиться насколько он готов случае проблем вас прикрывать любую предупреждать потому что бывали такие вещи что читаешь описание оффера написано отдал нельзя окей можно если что не так я тебе сообщу все точки так и так срочно срочно стопаем трафик река чем-то там недовольны мы останавливаем все то есть мы как бы не по делах но аккаунт менеджер балл на себя часть этого риска потому что беру да можно потому что он зарабатывает но он же лучше знает картинку рекомендателя он же видит как что какой объем трафик идет какого можно подмешать какого нельзя и он вам это разрешает на свой как говорится на свою ответственность в это делать можно ли это аккаунт менеджера обманывать тут кажется сам решает единственного и должны помнить что ваши деньги хранятся в партнерке партнерка вам их платит вашу работу которую вы делаете по рекламе цена если вы строите свой бизнес на обмане то у вас есть шанс ассо все то есть обман должен стоить это сумасшедших денег сумасшедшей прибыли чтобы этим заниматься лучше конечно дружить то есть это но это больше преференций это элементарно нормальное общение с аккаунт менеджером вам может дать вам 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 нуждать неконкурентное преимущество знает не с примера который все время рассказывал крутился оффер юг-вэб вспомнил юг-вэб или телефон браузер короче такое было мне менеджер там дал два цента к выплате там оффер стоит а по 10 центов то есть два цента всего дали плюсом выплате и я получил 20 процентов скидку на трафик я получил 40 процентов преимущества я за счет этого смог выкупить трафик по более высокой цене то что я позвал роли то есть и я отобрал весь трафик у тех кого не было какое-то преимущество все то есть два цента металла 20 процентов все на все общение с менеджером потому что мы же знал что я адекватно гривотами такой объем и могу увеличить менеджеры знает то что если я говорю что я могу увеличить на себя увеличена гитакей где-то поднимаем выплату вот такую-то ждем результата все то есть дружить это не значит там постоянно западут разговорами и так далее это значит там на мой взгляд уже это быть быть адекватно если сказал что берешься за этот кофе готов сделать теле биты которые тебе предлагает менеджер лучше сделать у меня в моей личной практике было таково что я некоторые офферы крутил преднамеренно в ноль либо в небольшой минус когда мне сейчас партнерки горит так и так у нас лимиты нам нужно их выбрать помоги пожалуйста или сильно нагреть до сильно все и я крутил оффер реально в ноль то есть это вопроса чтобы они сделали определенное количество и отрепортовали рекламодателю что так и так получилось но затопал в других местах и получал вне конкурентное преимущество даже от них то есть это повышен выплату либо какие-то приватно закрытые офферы и работал то же сама сейчас нашей партнерки есть ситуация что если на которых мы рассчитываем мы знаем работаем люди точно так же мы тем кто с нами адекватно мы даем сюда как и ци преференции даем офферы даем лимиты даем выплаты то есть даже на небольших объемах этих людей то есть отец она вам нужно стараться быть на хорошем счету партнерки зарабатывать свой личный траст адекватность что ж на этом сегодня все я рассказал сегодня все что я хотел давайте ваши вопросы про язык а нужно смотреть на каком языке сделано сам кофе если он на английском то лучше все рекламировать на английском если он на местном языке на малайском то значит на малайском лучше всего как вариант как вариант вообще себе нужно сделать скажем так табличку страны и на каких языках там разговаривать ну допустим на россии крутите объявление английским языке было бы глупым потому что очень мало знает тут нужно быть только на русском есть страны где английский язык очень хорошо развит допустим на кипр вполне можно крутить на английском языке то есть здесь 80 процентов надо говорить на английском чем хорошо так что научи конечно ориентироваться на конкретный оффер если у вас оффер будет на греческом то на кипре вы должны купить у на свежие страны до свежие страны регулярно появляются недавно появилась страна так что закрутили в первый день крутилась так же не свежая страна одну из вертикали включили на одну из свежих стран нас там что процентов медиабайер не крутить это процентов под 800 роль когда ваннула то есть на объеме на хорошем все список партнерок будет рассылка по e-mail то есть будет запись сегодняшнего занятия будет птф очка будет вопрос этом небольшая маленькая такая мини домашечка путь к расслаблялись это будет рассылка креативы либо не арбитражники делают самостоятельно кто как кто делает самостоятельно кто делегирует но в любом случае по собирать не поделать 1 самостоятельно вы должны всегда главный принцип делегировать вы должны делегировать то что вы делали сами хорошо плохо но вы это умеете делать вы понимаете процесс вы делегируется на посоку делегирования должны контролировать работу если вы не умеете делать ни разу не про более как вы проконтролируете и как если смысл покупать на какие-то офферы мобильный трасс площадок например столько в день есть конечно без проблем можно и нужно выкупать сами так делаем то есть смотря на киева до офферы вопрос какой процент нужного вам трафа как вообще выкупается если мы говорим про офферы про себе про инсталлы мы идем на какую-то площадку покупаем у них трафик или на наши офферы если мы льем на оффер примеру там на культ приложением для андроида он конверсии хорошо оказывается что у нас например и половина трафика там а его со еще также на какой-то оффер пристроить если на оффер не получается мы начинаем сливать на какой-то агрегатор то есть в те партнерки которые сами за вас умеет все конвертировать и вам парят процента от того что они заработали допустим мой самый любимый всем рекламирую даже без рифки бузиком ребята испанцы то есть вы они дают вам одну ссылочку на них это весь трафик они его сами конвертируют также офферами лендами так далее то есть них раз это технологии есть и вам платят по 80 процентов от того что они заработали все это на них можно сливать у трафик который не конвертится спам редиректы прочих дню можно спокойно на них сливать птицы не рекомендую сливать туда трафик с площадок которые очень жестко относятся к самим оффер а допустим с мой таргет этого трафика нельзя сливать понятно да то есть потому что мой таргет скажет что ты вы вы показали мне один оффер скажи что будете с ним работать будете рекламировать а сами часть трафика направлен на другой оффер все ты получаете бан жесткий и штраф бывали случаи двери три сотни такое было две сотни штрафа бывало за такие вещи из того что сталкивался рассылочка с домашкой когда будет наверное за так обеду потому что видео должно сконвертироваться конвертируется надо быстро добили либо с утра либо к обеду будет рассылка так источники для пуш трафика опять же например какие не источники у нас будет одном из занятий расскажу в общем как закидывать деньги на площадке зависимости от того какой вид площадки есть если площадка принимает paypal то можете с paypal оплатить либо с карты который привязан к paypal если площадка принимает безналичный перевод wire вы платите с вайра если площадка принимает webmoney киви яндекс деньги кидайте так если то есть есть или нет комиссии вы смотрите конкретно на текущей площадке если вы пользуетесь каким-то сервисом обменником потому что данном случае если у вас карты ps и это у вас вы привязываете к палке платите палка берет свой процент то есть все сервисы пытается взять все процент если вы изучаете то все потери которые вы делаете на вводе и выводе вы должны учесть и и вносить их в стоимость клика вот самый простой вариант вы должны значит допустим у вас на вводе выводе тирать это допустим 5 процентов потери трафика еще пять процентов соответственно вы должны стоимость клика расчетную завышать у себя в системе учета а 10 процентов как минимум то есть пример а 10 15 20 то есть это на все оператор может каким-то образом поддавать трафик оператор напрямую сам очень делом не занимается используя системы пилинга то есть которые сидят крупные ну допустим один из крупных таких рекламодатель систем пилинга которые работают многими известен это бин бит даже и не стало нарицательно какими подписок он работает азиатскими сатина американскими с африканскими с частью европейских восточноевропейских операторов крупных он предлагает свои офери ту из доступ к контенту и работать с операторами заключать договора даже на сайте бин битком можно посмотреть какие оператора мы работаем с какими странами допустим с клары работы с оператором оператора clara на по латинской америки один из крупнейших ну в каждой стране называется по-своему так он clara крупный так что прямой копиатору идти нет смысла хотя есть прямые offer от того же самого от мтс прямой офферы и отдал ты не отдал есть и западных партнерках они пролетают и регулярно что сам мтс платит за подписчика смс-услуги то есть там предлагает свой контент напрямую так дальше вопросом вопрос оконах рф как с этим все обстоит имеет ли смысл на левого человека делать все смотря что именно о чем идет речь если речь идет о предпринимательской деятельности не потом налогов вы нарушаете закон если вы открываете счет за рубежом не уведомляете об этом налоговую вы нарушаете валютное положение то есть если вы организовываете себе офшорную фирму пусть даже не на себя пусть даже на дропа как говоришь на левого человека но вы так или начали эти практически бенефициара получили доходов и не удивляете об этом соответствующие органы российской федерации вы нарушаете закон то есть вот и все вопрос того насколько сильно нарушаете что с этим делать как правильно обходить тут я вообще рекомендую найти в оффлайне юридическую фирму грамотную потратить денег это немного и думаешь ты будешь три тысячи рублей с вас это возьмет зависимости от города уровня квалификации на каши квалификация хорошее вам нужно прийти контрольская так и так я делаю вот так вот так деньги получаю вот здесь обналичиваю либо трачу вот так живу здесь как мне правильно быть как мне правильно организовать фирму и так далее какие у меня есть нюансы риски и так далее зависимость того в каком регионе вы проживаете либо в какой стране проживаете там снг далее есть свои нюансы то есть вам дадут рекомендацию заниматься этими вопросами в онлайне не рекомендую сильно потому что нюансы есть были сильные нюансы у нас не у нас от знакомых грится с ребятами из республики беларусь процесс так дальше раскручивается когда кого-то там взяли за старые 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 черные схемы подтянули а потом нашли у них что не работа допустим с отдал то фирами наши доступы к сервакам у них есть отдал картинки и все отдал ты беларусь и запрещен то же самое дал запрещен россии естественно суды могут попытаться подтянуть за то что вы на территории россии занимайтесь отдал там вот пол точных более менее вопросом его нужно экспертизу проходить от не дай бог у вас будет какие нити вирусные темы либо детская порно да сразу любой статьи мира это статья любой стране мира то есть поэтому тут законности то чем мы занимаемся и стал и смс подписки так далее она все законно вопрос как вы этим занимаетесь нарушаете его законы какие-то страны это уже лично и дальше что такое wire дата перевод денежные западных банках последний фишка стартап в армении это таможенный союз низкий процент не знаю нюансов то есть как там что вполне может быть варик перечит на кипр кипр тоже находится под действием евросоюз открытие счета здесь сложный геморрой контроль все раньше кипрские банки смотрели на то что открываешь счет такую идешь деятельность вообще пофигистически то сейчас их полностью контролирует дочь и в банк и они замораживают счета транзакции и так далее то есть вообще геморр регулярно какие условия платы между партнерками необходимо ли оформлять договора обычно сама работа с партнеркой и когда выступаешь как арбитражник как паблишер ты подписываешь грубо говоря договор публичной оферты то есть прочитываешь его прописан при первой регистрации кнопочка из термиса нажимаешь и читаешь его хорошем английском языке только публичной оферты то есть в регистрирую в данной системе ты соглашаешься этим договором тогда при работе с определенными офферами либо с определенными партнерками просят подписать ай-а-у и кимен где прописаны твои реквизиты критой партнерки таким образом вы с другом делись информация каким образом вам делаются выплаты и прописан небольшая ответственность что вы обязуетесь работать тесно-белый пушисто не обману партнер очка то есть это его документ уже грубо говоря уже пошел более официальный документ сейчас задают вопрос в партнерах регистрируются на свои настоящие данные либо на фиктивные большинство регистрируется настоящие эффективные данные вам надо может понадобиться получать деньги какие-то партнерки вообще не позволяют на эффективные данные отправить деньги то есть это партнерки даже с офшорами не работают так далее есть партнер который сейчас налога у чужой страны а как это налогу чужой страны стучат непонятно не знаю сталкивался если партнерка придет запрос о том работает ли конкретный человек у нее это запрос будет надлежащим образом юридически оформлен на территории той страны где находится либо офис партнерки либо где она зарегистрирована то никто не будет нарушать закон эту информацию дадут в данный про в этом туре направлять такого не встречал это же понимаешь ты приходишь магазин покупаешь там что-либо магазин такого все эти данные сообщу что нас купил хотя такое будет уже возникают вопросы о тратах пока мере беларуси точно возникает из чек много тратит возникает в россии это все готовится на западе еда регулярно проверять твои деньги откуда столько денег и почему-то покупашки дорогие вещи будь любезен объяснить откуда у тебя доходы у меня на кипре регулярно задают вопросы и банки и полиция вопрос возникает али какую цель поставить начинающим арбитражнику ну цель же ставить не арбитражнику цель нужно ставить вообще себе по жизни что ты хочешь скажем свободы финансов так далее хотя нет финансов нельзя деньги это не цель деньги как же самого голодений не должны были тебя цели должны быть инструментом вот море пишет что выйти в плюс на тысячу в неделю и факт кому-то достаточно будет и тысячи в месяц покрывать его потребности для свободы перемещения то есть это жизненных вещей то есть это будет вполне нормально поэтому с проблем 1000 в день 1000 в день тоже я могу сказать что и 1000 в день то не слишком много или цена долларов есть есть большие расходы то и тысячи в день тратится активно и хорошо какой оборот подойдет начальной стадии ну все очень просто под оборота давайте считать что средний рой у вас может быть примеру там пусть будет 30 процентов выплата раз в месяц дальше дениса те нужно все фигураторы посчитать выплата раз месяца значит что ты проработав месяц получишь деньги там числа 10 15 следующего месяца то есть 40 45 дней у тебя получается деньги замораживаются ты с ней получишь 30 процентов дохода эти 30 процентов должны покрыть твои потребности на жизнь то есть вот ты можешь просчитать сколько тебе нужно денег вложить в оборотку как лучше сразу двигать фирму или вначале вытянуть и это обороты или же хотя бы начать в какой-то плюс лить фирму незнание смысле двигать сразу то есть спокойно можно работать долгое время те же самые с палкой и с вами зависит от того где ты работаешь с какими партнерками кто платит вы им зеленит 30 процентов это но рекомендуемый минимальный рой вопрос 3-то процентов это средний рой обычно арбитражник нет это рекомендуемый минимальный рой ниже которого пускаться уже сложно потому что 10 процентов ты тратишь на какие-то фиксированные расходы выводы воды денег трекеры и так далее все эти вещи то есть технически грубо говоря откидываешь то есть 20 процентов тебе остается но хоть что-то то есть средняя ты должен 30 процентов крутится хотя если на очень большом обороте у тебя есть оборотки многое ты большой волей большой объем то можно 20 процентов крутится на 20 даже то есть эти даст тысячи в месяц короче рой неважно важно сколько ты зарабатываешь и насколько у тебя хватает денег давайте еще раз вернемся к вопросу выйти в плюс и потом открыть компанию компания нужно открывать если ты видишь что это позволит тебе оптимизировать твои расходы и позволит тебе лучше работать то есть например столкнулся с тем что какие-то партнеры га таки мы с вами будем работать лучше как с компанией должно быть юрлицо сайты и так далее там будем сами работать лучше дадим вам какие-то плюшки начними смысл открывать эти плюшки того стоит либо вы увидите что ваши расходы на разные обменники и ps и и память и так далее они достаточно высокие комиссии вы считаете что ваши обороты на бездольные платежи позволит лучше работать но опять тот же самый wire пересылать безнал он хорош на больших суммах потому что там допустим за пересылку могут у тебя взять снять там 30 50 баксов то есть у меня был простой пример кто-то мне это денежка зависла не помню обхуду или что-то по моему 100 баксов они отправили 100 баксов слова чая не проследил не за холдю это дело они отправили ваером прилетел ваер все отлично только доме дошло меньше 50 баксов и все а если бы шло примеру 10000 затраты были бы меньше 50 даже баксов вот так и все какой вертикаль лучше пойти новичку среднему скажем так понимаешь так не бывает но все-таки тут зависит того с таким источником трафика ты будешь работать ты будешь работать с my таргетом в к по тебе нужно идти в себя и и работать с теми же самыми играми работать с приложениями системами но там конечно сложнее и работать предложили битро для людей и либо ты работаешь с разными а биржами трафика с разными там блин системами с ртб сетками да ты начинаешь работать уже пинца дмитами то есть вполне вход и в пинца дмит и и в инсталлы системный пример одинаковый на общий биржах трафика а именно на российском трафике а мой таргет в картом теперь без себя и можно использовать вполне такой нюанс сложился задержи спрашивать почему ты стал работать мой таргетом типа русский трафик малый объем и говоря потому что так как-то сложилось интересно что источник трафика мои таргеты в к такого в мире фактически еди нет но только если фб фейсбук на фейсбуке напрямую частнику крутится нельзя чужую приложу выкрутить это на источники трафика с большой аудитории который можно точно таргетировать который может любой частник любой арбитражник физик обычно крутить это вот в россии такое сложилось причем знаю знаете ли нет в том самом мой таргете 30 процентов мобильного трафика она зарубежный не российский не сам бешеный то есть россия снг составлять 70 процентов так как если без компании и выплатить налоги в россии никак ты должен и по себе оформить и платить налоги и по несложно открывается очень быстро либо вот уже стоит копейки на открываешь новой сцене берешь либо бухгалтера кого-то местного который ведет там 20 фирм либо онлайн бухгалтерии контуринг стиль лучше всего поскольку ты будешь заниматься интернет торговлей то тебе пойти все равно в консалтинговую фирму проконсультироваться в них анти подскаж как лучше будете вести и так далее скажи у меня российская фирма работает с арбитражом идет хорошая фирма на консалтинге там решаются все очень сложно именно на большой вороте а по мелочи работать как как и по и вполне можно просить научить всего сначала гриб пройти проконсультироваться потому что может остаться так что безопаснее и дешевле будет будет вообще не платить налоги сожалению ребят так вот оно есть с 25к оборудки в бурж вертикали не стала новичку имеет смысл лезть или сру начинать нельзя сказать что начинать это разные вещи ру и бурж вертикали инсталлы она очень сложна именно себя и offer там только получается именно системные утилиты можно крутить новичку начинать потому что там не нужно таргетировать конкретно трафик как я же говорил там можно лить весь покупать 50 весь android будет дешевый и лить на эти офферы и все и заниматься дальше только уже отработкой креатива в промо то есть составлением блок листов таргетировать плохие площадки убирать и так далее вот вру там другая там источник трафика просто такой получился он мог суждать как образоваться в индии не знаю там мог появиться по мере это еще в америке тоже был пов но он сейчас закрыт для арбитражников сильно россии сам открыт у нас получается вот наши стране оказались источники трафика поэтому другое не нашли ты научить работать вру в мой таргете вы к и сможете перенести успешно в бурж нет это разные подходы будут совершенно разные будут отличаться ты сможешь повесить только навыки технические получить у работа там стрекером оси для мой таргет понимание что как отключаешь туда включать какие нюансы смотреть работу с партнерками выбора offer работа с аккаунт менеджер то есть те самые мелочи из которых состоит и работа арбитражника вообще хотелось бы где-то получить намек на страну источник бабуш подписывать несложно выйти в плюс 8 10 к в месяц денис я тоже хочу такой вот такие намеки не знаю только это можешь как-то по какой-то дружбе палец и схемы или где-то между строк у видеться потому что как только находятся 8 10 к в месяц тут же фиксируется начаться работать потом находят следующие 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 так далее то есть цвета ли рекомендую чтобы выйти в плюс надо не идти в минус дам нужно знать какие ошибки не совершать как просчитывать а товарищ моби ты вот под спойлер все пять пожалуйста какие вертикали под вертикаль наиболее живущим чтобы настроил полгода не работали они через каждые две четыре недели выключать пин садмиты хотят там операторов бывают фазовую так называемая когда их там включается либо ужесточает что там это оператор может технически не работ такой бывает вообще одной из самых стабильных это пин садмиты и датинги то есть дейтинге это знакомство вот эти вот вещи себя и к сожалению за счет того что там я говорил короткие бюджеты то есть там вот и липать постоянный рынок очень сильно и самая большая сложность себя знаете какая там два регулятора google и apple с android регулирует google его страфик и планирует но самый главный лишь google регулятора здесь он видит креативу он видит то как что крутит он видит арбитражников он вид приложение если что код и приложение крутят некрасиво он начинает приложение выпиливать из стора даже были случаи что приложение выпиливалась с устройств пользователя представляете да приложение уже установлена на девайсах то есть google может выпилить ответственно любой рекламодатель разработчик девелопер который делает приложение рекламирует и вложил в него деньги он хочет чтобы его приложение рекламировали так хорошо чтобы google не обиделся это дело то 6 google обидится он выпилит и все вот поэтому работа с теперь рынком такая достаточно сложная товар спрашивает как так наверное вопрос относится к тому что приложение можно удалить с девайса пользователя да если приложение установлен через google play то google имеет возможность удалив это приложение с google play убрать со стора он еще имеет это приложение убрать из девайса пользователя если приложение было сделано с google play и устройство пользователя подключено в интернет то есть и когда установить приложение ты в том числе соглашаешься с тем что она может удалено как нарушающая политику безопасности так далее были случаи редкие такие добывали из второго приложения вылетали особенно крупно дать вот большие а им обидно может быть как обидно в кавычах обидно финансы обидно они вкладывают кучу денег в разработку в рекламу они подтягивают инвесторов прочие вот и там готовится и пиво они готовы выходить на рынок на биржу все замечательно и тут вебмастера начинает жестить на тему что ваша версия браузер устарела установите новую версию и к веба и так далее то есть либо вы не сможете пользоваться в контакт там даже без интернета если становят браузер юзеры жалуются в google google офигевает как блин это приложение обманывать людей так далее и выносит его из стора и соответственно вся монетизация на которой планировали все топа которые достигнут и приложения она теряется то есть вложенные деньги теряются получается огромный убыток вот такой нюанс поэтому с пинсадмитами здесь проще там скажем если регуляторы в каждой стране есть операторы до их много но они в каждой локальной стране поэтому отработав какой-то вертикаль либо какой-то оффер в пинсадмитах даже если в одной стране отключился ты запускаешь другой стране как быть так чтобы не страдать от этих остановок но простой пример есть такой форум цепа кампус это форум барсага которые крицы я в том вот и там есть чатик начать и сидим общаемся он пишет блин как у вас сегодня на все просил до нуля все да да такая-то страна просила верится барсак прошу барсак подскажи у тебя как он незаметно никакой просадки а все очень просто новичка запущена две-три компании если одна компания остановилась то просадка становится очень серьезной и она влияет очень сильно а барсага может быть запущен 1000 компании если две-три из них просядут на об в общей массе это заметно или нет практически незаметно это на вы должны запускать две-три новых компаний каждый день вопроса в чат вопрос слова компании может вести одновременно человек запускать и настраивать одновременно более трех компаний уже сложно до в трекере сложно если компании у вас настроены тестированные там вычищены то наблюдать можно хоть за сотню за двумя сотнями компании без проблем то есть пачка компания в трекере сразу они работают и регулярно смотрите если какая-то из них начнет просаживать смотрите почему оптимизировать петри спрашивать как попасть в этот чат подпиской есть на форуме есть прям разделка попасть в чат там есть skype и там можно постучать в чате есть три модератора то есть можно написать так и так я хочу это чат попасть один из модераторов я но я самый такой злой мне портить и пути барсагу и все как автоматизировать запуск но что компаний tracker запуск может компания автоматизировать нельзя не надо можно размножение компании автоматизировать однотипных совершенно типовых смотря где в трекере там есть кнопка duplicate дублицировал и все он поменял какие-то параметры погнал в источнике трафика смотришь может ли источник трафика поддерживать работу по api то есть можно ему внешне загружать из какой-то самописный софт либо он позволяет внутри себя компании дублировать клонировать то есть чтобы автоматизировать компании ты должен знаешь как как на производстве должен весь и свой процесс производства компании разбитой составляющей посмотреть что поддается клонирование автоматизации делегирование так далее и делать это вот эти арбитраж это две составляющие это маркетинг и анализ аналитика то есть лица на вы должны быть либо маркетологом либо аналитиком либо либо этой другой вместе либо у вас должен быть чек который может даваться делать и дальнюю принтер закончились пошли вопросы также тут уже поможешь бежать семье привет все так это на ты чек в арбитраже либо за счет маркетинга улучшает свои показатели либо за счет аналитики трафика анализа трафика смотреть что как работает плюсы-минусы но в целом это должно совокупность то есть и исходя из того что вы лично сами умеете посмотрите ваши сильные стороны и ваши слабые струн начинать и подтягивать да что допустим у тебя что лучше так креативности маркетинг или ты умеешь хорошо рассчитывать читать прикидывать проценты гонять в мозгу большие объемы цифры там какие-то косвенные данные анализировать то есть оцени себя что твой сильная сторона с тела на нее упор развиваю а вторую сторону ну как начать делегировать допустим я не умеющий лендерисоват не мою не понимая вот как и мы тоже не понимаю но не могу то есть я доверяю другим людям это дело если дуар тебе нужно с тем сам трекером тебе нужен примеру там как вариант начать с какого-то даже компания стреки эти не нужно клонировать и нужно заниматься креативностью по трекеру тебе нужно писать себе алгоритм на бумаге записать делаем так 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 вот так вот такие нюансы мучитом такие не учитывая все то есть пошаговой и делать упор на креативность рисовать баннеры делать ленды и прочее я же вместо уже нарисовать лишний ленд я лучше возьму компанию в трекере выгружу и куда-нибудь в excel там каким-то большим разрезами погоняя в разных ключах посмотрю что у нас здесь слабое звено и так далее поправлю и выгоню не спешит девять десятых офферов которые заложил он ты работать минус 50 минус 10 лет нормально просто не хватает тестов или со мной беда денис ты имеешь ввиду офферы какие инсталлы сомневки приложений игр или товарка что идет речь в к или счету стоп стал и ru должны там заводиться но на самом деле my target это из разряда набрасывания на стены скажем 8 10 офферов дают около нуля небольшой плюс и 2 10 офферов дают хороший плюс стабильный кормят то есть тут постоянно тестируешь тестируешь как как зайдет ну и плюс к пиццу нужно регулярно на стену набрасываешь что не прилипло компания запускаешь запускаешь запускаешься прячет за трафик ну и какие-то нюансы мелочи хотя бы крым отключи вот так кто не знает про мой таргет и крым поставьте минусе кто не знает чтобы видел не знать хорошо простой пример смотрите мой таргет и вы как а в компаниях российских и полностью контролируем государством крым внесен как часть россии но это естественно нормально россии то есть унесу как часть россии вы ставите оффер российский берете игру на ру и запускаете указываете территория вся россии идете трафик куда трафик идет этот трафик идет допустим в партнерку нашу любую другую то есть есть три системах из offer и в ней прописано что принимать трафик только российский таким образом партнерка проверяешь трафик только российский она проверяет по и пи какой стране принадлежит данная и пи то заставлять эти базы айпи как вы думаете их составляют серьезное агентство то есть которые обычно западные на западе крым считают территории чего украины соответственно что происходит ваш трафик доходах и софера до системы тут вы знаете а вот тут то трафик идет айпи крыма это украина давайте-ка мы его не засчитаем вот все простой пример и все то есть все киа айпи базы которые есть в онлайне не считая май таргет и его к то есть на 99 процентов они считают что примеру там крым это не россия то есть то даже айм и битрак стрекеры то есть волю мы так далее не считают что крым да не россии то есть если ничего не можете сделать и все то есть она это трафик который крымский вас пройдет его пост на постарал у вас выкинут вот такой ну мелочь скажем так но ты мелочь допустим когда все время была найдена в прошлом году очень она принесла кучу денег и конкурентное преимущество то есть сразу мгновенно конвершный был увеличен позволил выкупать трафик по более высокой цене с разгона тут же каким образом это дело выяснили то есть это выяснял элементарная канал без трафик через tracker и анализировал смотрел то всякие регионы что как когда так произошло стал анализирует почему то есть я и еще одна крупная performance агенция то вместе там выяснили оперативно использовали цех не конкурентных преимуществах или еще второй простой пример там работа с андроид трафиком мой таргете нужно ноги отключать и все это позволит вам получить там не знаете сам 10 процентов прироста то есть позволит уже выйти допустим в ноль как вариант вот весь арбитраж состоит из таких вот небольших мелочей то есть для того чтобы эти мелочи найти вы должны именно анализировать что почему ноги и почему но шноки на android патистики нет тем не менее мотор где ты умудряется на ноги наливать какой-то трафик непонятно кто вообще никак не конвертится то есть это просто уже анализ малис трекерный там еще есть такие связки их много они регулярно меняются плывают то есть нужно просто прогнать большой объем поэтому если вы работаете с мой таргетом вам нужно указывать конкретно android то есть убирать афиг nokia и так далее или допустим простой пример из недавних с мой таргетом что происходит если вы работе с инсталлами вам нужно обязательно разделять ваш трафик на м и же потому что если вы не укажете не разделите вашей компании на мужские на женские а укажет вообще пол не выберите то с достаточно большую долю вероятности вам нальют трафик с полом который называется ю краса рима нашли его долго не смеялись а потом его было много он defined до неизвестны так вот вот это беды беды видом трафика а target mail наливает трафик из своей рекламной сети он запустил рекламную сетку куда откуда то есть трафик не только самих социалок идет а еще пойдет трафик зайцев нет и так далее если она вы качестве безопасности разделять его трафик на и мы же тогда он будет большей долей вероятности поступать именно из социалок с одноклассников с моей мира с вконтакта с этих вот вещей то есть ведь опять же мелочь трафик с возрастом 75 лет достаточно хорошо конверция трафика в май таргете тех людей которые не хотят ставить свой реальный возраст они пытаются поставить самый большой и ставят 75 и получает его двор спрашивает стоит замораживаться вообще на windows фон новичку май таргете не стоит потому что мой таргет windows фон наливает и windows мобайл так далее там не позволяет таргетировать конкретной версии оси конкретно номера си не позволяет это тоже приложение с windows фон подписки не запихнешь когда когда вы себе запихнута первое приложение его модерировали сутки а если учесть что модерация занимала примерно час или два так вот это приложение модерировали сутки они видимо всем отделом ходили смотрели как же он то запустилась это было они вас под винфон запустили и он даже запустился с рой и в итоге в минус 50 его вывел и выше не смог но если надеть по трекеру то именно windows фон трафик windows мобайл старый который windows фон 8 крутился с рой и в 300 процентов все остальное это был подлив windows мобайла windows фон семерки какого-то странного и так далее то трафик который вообще которого уже нет вот мой таргет его подливает видео спалил еще одну тему вообще с винфон трафиком для пинов и так далее заморачиваться стоит трафик не что выкупает потому что у него мало спроса его мало выкупает на инсталла тем не менее выкупают поэтому трекер до позже расскажу вопрос какой-то рекомендуешь или об этом потом я рекомендую в принципе а мы битракс новичкам можно как вариант волюм погонять ну про него сильно не скажу активно развивается мы битракс практически становился в развитии он должен был 1 апреля выкатить на обновление не выкатил сожалению пока так получается что скажу по поводу выкупа мобайл трафа свой птицерок он несмотря на что-то вас конвертишь то есть качество достаточно низкая может быть но тем не менее выкупается опять же стиль самых веб-тицерах там октаберт там мобайл трафик мы лили на себя и много его все время потом моего спортиваться теперь его льют вас она там на разную товарку на увеличение чего-нибудь или на уменьшение чего-нибудь что с тизерок мобайл трафы купают на товар активно и да если вы сейчас подумать что можно пойти купить российский мобильный трафик в западных бур сетях вы будете не оригинальными так уже сразу предупреждая так ну чтож предлагаю сюда заканчивать прям очень сильно увлеклись время уже 12 час всем спасибо было очень приятно всем пока пока у штрафа вруситях много только в мой таргете более 30 процентов именно мобайла все всем пока пока бай бай